В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе завершается ежегодный ремонт и реконструкция автомобильных дорог. Работы практически завершены на 99-9 процентов. В Московской области продолжает свою работу программа социальной газификации. То, что нас газифицировали в сентябре, это было подарком, наверное, на новоселье. В детской школе искусств города Видное прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. Учитель! В основном в жизни учитель! В Ленинском городском округе завершается ежегодный ремонт и реконструкция автомобильных дорог. На данный момент работы выполнены на 99,9 процентов. Что было сделано и что еще планируется, расскажем в нашем первом сюжете. В 2022 году в Ленинском городском округе в план по ремонту попала 21 дорога. Пять из них общей протяженностью почти 6 километров были реконструированы с привлечением софинансирования из бюджета Московской области в рамках губернаторской программы. Проспект Ленинского комсомола, к примеру, не только получил современное покрытие, но и новую разметку и светофоры со светодиодным освещением. В этом году применили новую марку асфальта. Это так называется евроасфальт, который подвержен менее подвержен износу автомобилями, в том числе и большегрузными. Плюс переразметили, конечно, нижнюю часть ПЛК, в которой появились дополнительно пять заездных левых карманов. Также по программе софинансирования были отремонтированы улицы Школьная, Тинькова и Фокина в Видном. Зеленое шоссе – ведущее в горке Ленинские. Жители постоянно обращались там, что дорога была в непотребном виде. И в этом же году нам удалось реализовать ремонт дороги. Мы ее расширили до 6 метров. И плюс, конечно, мы построили там тротуар, который необходим для пешеходного сообщения между деревней Коробова и Зеленое шоссе, Каширским шоссе. За счет муниципального бюджета удалось привести в порядок 16 автомобильных дорог в Молокове, Дыдылдина, Спасских выселках, Калиновке, Петрушино, Пуговичине, Тарычеве и Дубровском. Новое покрытие появилось и на улице Олимпийской в Видном. Работы практически завершены на 99,9%. Остается нанесение разметки, установка дорожных знаков по улице Олимпийской. В 2023 году планируется продолжить реконструкцию дорог в селах и деревнях муниципалитета. Особое внимание будет уделяться транспортным артериям, ведущим к социальным объектам. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Московской области продолжает свою работу программа социальной газификации. И с каждым днем газ появляется все в большем количестве домовладений. В одном из таких уже теплых домов в гостях побывала наша съемочная группа. В деревне Пуговичина активными темпами ведутся работы в рамках президентской программы социальной газификации. Семья местных жителей Качаян одни из тех, у кого уже тепло. Заявку на газ подали весной, но то, что он будет всего лишь через несколько месяцев, верилось с трудом, признается хозяйка дома. Мы в дом заехали 3 июля. И то, что нас газифицировали в сентябре, это было подарком, наверное, на новоселье. Приятным сюрпризом стали не только быстрые сроки выполнения работ. Газовщики всегда были на связи, давали советы по оборудованию, подсказали наиболее оптимальный вариант подведения голубого топлива. Советовались, как нам удобнее, где проводить, с какой стороны внутреннее оборудование ставить, так чтобы и у нас здесь в котельной оно не мешало, и им наши трубы тоже не мешали. То есть, это на стадии проектирования еще все было обговорено. Всего в Пуговичине меньше чем за месяц построено более 150 метров распределительного газопровода, подключены 4 домовладения. Внутренние же работы непосредственно на участке и в доме занимают и того меньше времени. У нас первый раз газовщики приехали устанавливать оборудование 12 сентября. 13-го нам выкопали траншею, а 26 сентября мы уже были с отоплением. До конца этого года в деревне планируется завести газ в 12 домовладений. Напомним, что подключиться к программе социальной газификации очень просто. Это можно сделать на сайте или в офисах МОСОБОЛГАЗа. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сотрудники историко-культурного центра совместно с телеканалом Видное ТВ продолжают реализовывать проект «Стихи живут». За время существования программы в ней приняли участие сотни представителей различных учреждений и предприятий Ленинского городского округа. На этот раз произведение читали преподаватели детской школы искусств поселка Развилка. Подробнее в репортаже Юлий Пагасьян. Сегодня «Стихи живут» – это бренд, который прославился на всю Московскую область. А ведь в начале пути автор проекта, методист историко-культурного центра Наталья Замарина о таком успехе и не мечтала. Главной целью было возродить интерес людей к художественному слову. Задумка удалась. Благодаря телеканалу Видное ТВ творческая программа получила огласку. Спасибо огромное организаторам этого мероприятия. Стихи живут повсюду, стихи живут в каждом из нас. И очень хорошо, что мы сейчас все вместе перечитываем стихи известных авторов, на которых выросли наши родители, которые стали уже давно классикой. Огромное спасибо Наталье Феликсовне, что она предложила нашему коллективу дружному и творческому принять участие в этом замечательном проекте. В этот раз героями проекта стали сотрудники детской школы искусств поселка Развилка. Стихи приурочили ко дню музыки. Прочитали одноименное произведение Роберта Рождественского. Загремели свадьбы, застонали проводы, перепутались и праздники, и плачи. Строки нотные стоят колючей проволокой, и я бы музыку записывал иначе. Я бы музыку писал на клевер падая. Мне бы нравилась поющая работа. Я бы музыку писал на строчках пахоты, на ладошке годовалого ребенка. Засыпал и просыпался, ел недосыто, растворился в неожиданных мотивах. Я бы музыку писал на стройках дождика или лучше на летящих паутинках. Я бы музыку ловил в озерах ласковых. Я бы пил ее, как пьют хмельное зелье. Я бы музыку писал на крыльях ласточек. Я бы музыку писал на шкуре зебры. Я бы музыку творил, кричал и мучился. Я бы искал ее возвышенно и жадно. Но уже сочинена такая музыка. Если ты ее не слышишь, очень жалко. Герои октябрьского проекта уверены – музыка и стихи – вещи неразделимые. Произведениям Роберта Рождественского вдохновились. Ведь эта тема преподавателям дыши и близка, как ничто другое. Сначала, когда я познакомилась только с моим четверостишим, я ничего не поняла. Но когда я прочитала целиком стихотворение, я поняла, что это проникновенные такие слова великого поэта. За два года существования участия в проекте приняли сотни жителей Ленинского городского округа. Это сотрудники различных учреждений и предприятий муниципалитета. Порой коллективы, работа которых никак не связана с творчеством. И это лишь подтверждает тот факт, что стихи живут в каждом из нас. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно-ТВ. В детской школе искусств города Видное прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. На праздник были приглашены педагоги образовательных учреждений, воспитатели детских садов и преподаватели творческих и спортивных секций Ленинского городского округа. Учитель, по-знавному в жизни учитель, как данную ложь расскажите. В начале октября свой профессиональный праздник отмечают люди, чье призвание – это педагогика. Это один из самых важных профессиональных праздников в России. И испокон века, дорогие педагоги, ответственность учителя – это потом ответственность народа. Школьные учителя, воспитатели детских садов и педагоги дополнительного образования. Их объединяет самоотверженный труд и верность своему делу. По доброй традиции, в честь профессионального праздника лучшим специалистам были вручены заслуженные награды, почетные грамоты и благодарственные письма за успехи в воспитании и обучении подрастающего поколения. День педагога – это всегда праздник. Праздник в семье, праздник в школе. Потому что даже по своим детям, знаю, сегодня, вернее, вчера, понесли и пряники, и букеты. Настолько любят наших учителей. Учитель начальных классов Виндовской школы номер 11 Екатерина Кузнецова еще в детстве решила, что будет педагогом и ни разу не пожалела о своем выборе. С маленькими детьми работать очень сложно, поэтому хочется, чтобы учителя, которые сейчас в современном мире были добрые, ласковые, можно сказать, чтобы уважали не только взрослых, но и мнение младших детей. Педагогический стаж Инны Егорушкиной – 33 года. Свою профессию выбирала благодаря своим наставникам из Виндовской школы номер 1, где училась сама. Именно они стали для Инны примером, каким должен быть настоящий учитель. Учитель, я считаю, должен быть, конечно, что называется, профессионал. То есть современные компетенции, технологии, идти в ногу со времени, но и в то же время, прежде всего, любить детей. Начальник управления образования Ленинского городского округа Наталья Киселева, поздравляя педагогов с праздником, отметила, что достойное звание учителя нести непросто и ответственно, и поддержка на региональном и муниципальном уровнях для них необходима и значима. Те педагоги, которые подготовили 100 бальников на едином государственном экзамене, и те педагоги, которые стали наставниками и подготовили призеров, участников и победителей заключительного этапа в Российской олимпиаде школьников, они получат денежное вознаграждение за свой результат. В системе образования Ленинского городского округа трудятся более 2,5 тысяч педагогов. Людей, выбравших эту профессию, объединяет, самое главное, любовь к детям. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания.